Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фаберлик Реалити. В сегодняшнем видео я вам расскажу о пустых баночках, которые у меня накопились за иссекший месяц. Не сказать, что прям сильно какое большое количество, но и тем не менее, из месяца в месяц у меня регулярно что-то идет на выкенштейн. Ну, конечно же, я выбрасываю в основном использованные баночки, это пустышки, да, но иногда бывают такие моменты, что что-то не подошло. Такие вещи или такие средства я стараюсь не выбрасывать, а куда-нибудь пристроить, отдать тому человеку, кому это средство больше подошло бы. Итак, мы с вами сегодня о пустом, о пустоте будем говорить, о пустых баночках. И, конечно же, в активном пользовании у меня, у членов моей семьи, это серия дом. Чистящие, моющие, это фавориты. У меня всегда есть, что вам о них рассказать, и всегда есть пустые баночки. Что же у меня закончилось на этот раз? Конечно же, у меня закончилось средство для мытья посуды. Вот в течение месяца одна упаковка, видите, на семью из трех человек. В общем-то, я не хочу сказать, что это, скажем так, какой-то неэкономный расход был, да. На самом деле я пользуюсь этим средством и его никогда не развожу. Оно реально концентрированное, разводить можно в 2-3 раза. Я знаю, что некоторые даже в 4 умудряются разводить, но я не люблю. Я люблю, чтобы погуще было. Выжал на губочку, да, всю посуду одним махом протер этой губочкой и потом смыл, и все. Средство очень эффективное. Мне оно просто безумно нравится. Вот в данном случае с ароматом яблок. Мне еще нравится с грейпфрутом. Вот сейчас эта бутылочка закончилась. Я поставила на кухню средство с ароматом грейпфрута. Ну и в принципе, мне кажется, все ароматы адекватные. Единственное, аромат, по-моему, эвкалипта, который меня не очень устраивает. А все остальные, там несколько позиций, и ягодные у нас есть ароматы, и салоя, они все-все очень адекватные. И, конечно, хорошо мылится, хорошо справляется со своей обязанностью данное средство. И вы знаете, вот это средство можно применять даже для мытья и фруктов, и овощей, и детской посуды. Оно идет от нуля плюс. Шикарная штука, действительно экологичная, не вызывает аллергии. В общем, очень-очень мне нравится это средство. Также закончилось средство для ванной комнаты. Это тоже у меня в активном пользовании. Мне оно нравится тем, что оно отлично справляется с различными загрязнениями, с мыльным надлётом, с желтизной на поверхности ванны, на поверхности раковин. В общем, мне это средство очень нравится. Я им регулярно пользуюсь. Особенно мне нравится, как оно справляется с желтизной, которая накапливается на стыках между ванной и плиткой. А там, знаете, проходит, ну, такая соединительная штукенция, я не знаю, как называется, в общем. То, что предохраняет затекание воды, попадание воды между ванной и плиткой. В общем, там всегда образуется желтизна в уголках ванны, вот на поверхности вот этого стыка. И, собственно говоря, вот это средство очень хорошо справляется со своей обязанностью. Ну, и, в принципе, очень хорошо чистит ванну, кафель. Мне это средство нравится. Так, артикул 11-220. Рекомендую. Шикарная штука. Закончилось у меня средство для туалета. Утёнок! Знаете, я как-то не сразу им стала пользоваться. Вернее, не этим средством, а у нас было средство очищающее. В голубой такой упаковке на смену пришёл вот этот гель. Вот то средство мне не очень нравилось. Я не видела большой разницы между средством для ванной комнаты и тем средством для унитаза. И я, собственно говоря, вот этим средством мыла и ванну, и унитаз. И реально оно тоже очень хорошо справляется, в том числе и с задачей почистить унитаз. Потом у нас пришло на смену средство для мытья унитаза вот этот гель очищающий. Вы знаете, я его так раскусила. Он мне так понравился. В общем, сейчас я им регулярно уже пользуюсь. Артикул 11-292. Он, во-первых, удобный носик, естественно, утёнок. То есть под ободок хорошо им подобраться. Потому что вот здесь-то под ободок не зальёшь так, чтобы прямо туда внутрь ободка, да. И что мне нравится, когда я это средство... Сначала я им прохожусь просто поверхностью унитаза промываю. А потом я наношу ещё раз на вот сам слив. Вот на это место ближе к сливу и на сам слив. И оставляю. И вы знаете, идеально. Просто, кристально всё блестит. Чистота неимоверная. В общем, штука просто классная. И гель, но он жидкий гель. Не сказать, чтобы он прям такой густой какой-то был. А жидкая форма. В общем, штука эта зачётная. Рекомендую. Так, концентрированный стиральный порошок. Это средство, о котором я могу рассказывать очень-очень долго. Во-первых, оно бесфосфатное. Оно на основе современных компонентов циолитов. Оно хорошо выполаскивается. Если фосфаты задерживаются в тканях, то циолиты – это такие мелкие-мелкие молекулы, которые, частички, которые вымываются с водой. Очень хорошо адсорбируют всю грязь. В общем, шикарный порошок. Не вызывает аллергии. В общем, средство реально очень крутецкое. Я использую чаще всего вот этот порошок, артикул 11-525, без отдушек. Есть у нас ещё порошки с отдушками. Морозный день, альпийские луга. Тоже универсальные. Они абсолютно адекватно пахнут. Не оставляют какого-то резкого запаха после стирки. И ещё у нас есть такой же порошок отдельно для цветного белья. Вот порошок для цветного белья никогда не использую, потому что универсальный порошок, он подходит и для цветных, и для белых тканей. Порошок очень классный. Он концентрированный. Здесь 800 граммов порошка, которые заменяют 3 килограмма обычного стирального порошка. Я очень рекомендую, если кто-то ещё не пользуется этим средством, просто шикарно. И, кстати говоря, значительно экономичнее, чем аналоги, например, в других даже сетевых компаниях, где подобного плана порошки стоят в разы дороже. И вообще чистящие и моющие наши, они реально в разы дешевле, чем аналоги, которые продаются в других компаниях. Так, это вот серия дом. Из серии дом за месяц у меня всё, как видите, в общем-то, не так сильно, чего и много, и реальная экономия получается. Потому что я уверена, что за месяц, если бы я покупала средства в магазине, у меня бы ни одна такая бутылочка ушла. При том, что я очень активно его использую, никогда не жалею, и у меня все мои мальчики, они не умеют экономить. Если уж мыть, то мыть, и мы не разводим его. Представляете, если бы я его ещё разводила, мне кажется, ещё было бы экономнее. Хотя, не знаю, надо попробовать. Кстати говоря, вот напишите мне в комментариях, вот кто пользовался или пользуется, может быть, этим средством, как вы его разводите или концентрированным используете. Если разводите, то во сколько вы разводите вот это средство для мытья посуды, да, о котором я говорю, в 2-3 раза. Насколько вам хватает? Проводили ли вы такое сравнение, когда, допустим, не разводили, а потом развели, и вам, допустим, в разведённом виде хватило на большее количество, нежели вот в таком концентрированном варианте. В общем, отпишитесь мне, пользователе данного средства, каковы ваши впечатления вот по поводу концентрации, и стоит разводить или не стоит, потому что я ни разу, ни разу не разводила. Ну, и не хочу даже, мне как-то вот так удобнее. А может, вы меня и переубедите в этом, не знаю. В общем, отпишитесь. Так, теперь мы с вами переходим к уходовым средствам. То, что я тоже регулярно покупаю в компании, уже на протяжении одного количества лет не хожу в магазин. Я даже не знаю, что такое магазин, отдел бытовой химии в магазине, что такое отдел косметики в магазине. Я вообще иду мимо, никогда туда не заглядываю. Но иногда ради интереса, разве что сравнить ценовую политику, я все-таки поглядываю, а так с целью купить никогда. Так вот, у меня закончилась краска для волос. И не просто одна упаковка, а две. Почему так? Потому что я крашу волосы один раз в три недели. А прошел месяц, соответственно, вот эта краска была использована в самом начале этого месяца. А уже три недели, когда прошло, я использовала еще одну упаковку. Поэтому две упаковки вот получилось так, что за месяц. 3.05 артикул этой краски серии Expert Color. Темный каштановый шоколадный. В понедельник красилась, ну, прошло вот неделя, где-то, наверное, около недели. Красочка реально очень хорошо прокрашивает седину. За что я ее люблю. Она щадящая, она не раздражает кожу головы. Но, конечно же, такой момент индивидуальный. Вот лично мою кожу головы эта краска не раздражает. Если у кого-то повышенная чувствительность, может быть, разные реакции, не знаю. Но многие клиенты мои, которые обладают, скажем так, нормальной чувствительностью по отношению к краскам, они вот эту краску полюбили и уже регулярно ей пользуются, приобретают у меня. Краска с маслом Амлы, которая действительно запечатывает наш волос после того, как он прокрасился. И за счет этого сохраняется длительная прокраска. Почему я украшусь один раз в три недели? Только по той причине, что у меня уже за этот промежуток времени отрастают корни, отрастает седина. И уже надо, просто надо. А так, в принципе, если бы корни волос так сильно не отрастали, седина так сильно не была бы заметна, я бы хотела гораздо дольшее количество времени с этой краской. Голову мою два раза в неделю, не чаще, как правило, два раза в неделю. И вот этой красочки на три недели мне вполне себе хватает. Я думаю, что можно было бы ей и в течение месяца пользоваться. Ну, то есть, ее хватило бы на месяц, если бы не отрастали так сильно корни волос, и если бы это не была седина. Так что возьмите на заметку, у кого вот есть подобная проблема, как и у меня. Так, что еще у меня из мыльно-рыльных, так сказать? У меня бальзам для волос «Сила и энергии» из серии «Ботаника». Это наша самая экономичная линейка. Вот вы знаете, бальзамы для волос я всегда приобретаю, невзирая на ценовую категорию. Мне кажется, они все одинаково хорошо справляются со своим функционалом. Они делают наши волосы более мягкими, волосы лучше расчесываются. Поэтому вот что за 70-80 рублей купить бальзам для волос, что за 200 там с лишним рублей купить, мне кажется, особой разницы нет. Потому что я покупала и бальзам для волос из серии «Салон Кээ», но понятно, что там уходовые компоненты, что это уже более такая премиальная, более премиальная линейка. Но на самом деле, мне это надо только для того, чтобы волосы после окрашивания, после того, как мы смываем голову после использования шампуня, стали более мягкими. Ну вот, эта серия тоже прекрасно справляется с данной задачей. Также у меня закончилось жидкое мыло для рук. И прям видите, уже все там, я уже туда добавляла воду. А когда чуть-чуть остается, оно же густое, это не просто мыло, а крем мыло. Да, и оно густенькое, когда там чуть-чуть остается. Хочется же до конца использовать. Так вот, я немножко добавляю воды, прям до конца, но все, уже и бутылочку даже помыла. Так, это у меня штрудель с мороженым, такой сладковатый вкус у данного, вкус, ну на вкус я не знаю, а аромат, да, у данного мыло для рук. Так, и оно действительно кремообразное, не пересушивает кожу, абсолютно бережно относится к нашим ручкам. В общем, вот эта серия Бьюти Кафе мне очень нравится. И здесь хороший объем, по-моему, 310, что ли, миллилитров. Что-то как-то так, 300, ровно 300 миллилитров. Вот, и оно не слишком дорогое. Так, что еще у меня в уходовых средствах? Гель для интимной гиены, тоже 2 штуки. Вот одновременно закончились. Один гель у меня стоит в ванной комнате, а второй стоит в туалете. И вот получилось так, что одновременно обе бутылочки закончились. Это для чувствительной, по-моему, нет, это гель для интимной гиены с афродизиаками. Так, артикул 8722. Хороший гель, мне он нравится, мягкий, хорошо, в общем-то, как пахнет. И я довольна вот этой линейкой с Турда Амора. Там еще у нас есть в белой упаковке для чувствительной кожи. Я его тоже регулярно применяю. Честно говоря, большой разницы даже вот и не чувствую для себя между тем гелем и этим. Поэтому, ну вот, получилось так, что одновременно закончились 2 флакончика одинаковых геля для интимной гиены. Так, зубная паста. Куда же без нее вся семья пользуется? Наконец-таки она у меня закончилась. Знаете, почему наконец-таки? Потому что реально, ее там хватает буквально маленькая горошина для того, чтобы почистить зубы. Для чувствительных зубов зубная паста артикул 1657 серии Эксперт Форма. Вообще, все зубные пасты из серии Эксперт Форма, у нас там их очень много, со всякими эффектами. Они мне очень нравятся. Но я все-таки хочу активно начать пользоваться зубной пастой Нюки. А у меня там сейчас лежит зубная паста с прополисом, моя самая любимая. Она еще не закончилась. Вот как только закончится, мы в активное пользование будем уже тогда пасты Нюки. Я положу и будем ими пользоваться. Так, что еще? Мицеллярная вода из серии Эксперт Форма тоже у меня закончилась. Здесь для чувствительной кожи она идет, артикул 1668. Отличная мицеллярочка, девочки, очень рекомендую. Удобный здесь вот такой вот дозатор. Классная штука. В общем, самая любимая моя мицеллярка, которую я постоянно пользуюсь. И у меня постоянно есть в запасе, когда заканчивается этот флакончик, то я ставлю другой. Что, в общем-то, сейчас и сделала. Так, теперь что у меня? Средства по уходу за волосами. Мне кажется, это сыворотка. Да, сыворотка питательная для всех типов волос. Так, артикул сейчас попробую прочитать. 82.15. Вы знаете, шикарная сыворотка из серии Салон КМ. Отсвечивает все, да? Вот, так выглядит флакончик. Ну, там она с питательными маслами. Шикарная. Просто вот я наношу даже на влажные волосы. Вот она у меня закончилась. Новую сегодня не начала. Что-то как-то я пожалела. Надо было открыться. А я не то, что пожалела, а поторопилась. Вот, и очень хорошо она прям кончики волос, особенно у кого проблемы, секущиеся кончики, очень хорошо их, скажем, поддерживает жизнедеятельность. Вот, и в принципе очень хорошо после нее укладываются волосы. У меня волосы достаточно пышные, вечно в разные стороны после мытья головы. А когда используешь вот эту сыворотку, то волосы уже сами с собой прям так хорошо укладываются. И можно использовать как на влажные волосы ее наносить, так уже и на сухие. Не оставляет жирного блеска, жирных следов. Очень хорошо впитывается прям в кончики волос. Шикарная сыворотка. Тоже регулярно ей пользуюсь. Прям рекомендую. Так, из уходовых средств, но это уже больше имеет отношение к уходу за кожей лица. Гелевая маска Патч из серии Бьюти Лаб. Отсвечивает сегодня у меня все. Артикул 1089. Вы знаете, позиционируется как укрепляющая маска Патч. Здесь действительно две вот таких масочки. Вы знаете, вот эта маска мне вообще не подошла. Она вызвала у меня раздражение, даже еще больше отек. Какие-то мешки под глазами образовались. В общем, мне эта маска не подошла. Но это индивидуальная чувствительность. Конечно, больше я ее использовать не буду, к сожалению. А вот это тоже у меня закончилась. Гелевая маска Патч из гиалуроновой кислотой. И серия Пролексир. Вот это Мальш вещь. Вот эта штука мне очень нравится. Я здесь даже там оставила остатки этой маски. Они там уже такие, знаете, прям вообще никакие полосочки. Их надо, конечно, по-хорошему было вообще выкинуть. В общем, она действительно такая плотненькая. Гелевая такая, ну, плотный гель такой. Когда накладываешь вот все, что здесь есть в этой маске, потом все это впитывается так здорово. Вот видите, потом, если долго держать, то вообще такие полосочки остаются. В общем, маска шикарная. Просто рекомендую. Артикул, я вам не назвала же, да, но 7.25. Буду ее повторять. И уже купила две штуки еще себе. Вот, шикарная. Для того, чтобы освежить, поддержать кожу вокруг век. Прям вот, вы знаете, подтягивается кожа. Никаких там отеков вообще ничего речи быть не может. Мне эта масочка прям очень нравится. Закончился у меня также корректор для области век. Артикул назову 02.19. Он со спонжиком. Сейчас я вам покажу. Так, давайте вот так вот. Отсвечивать сюда. Там спонжик. Спонжиком распределяешь. Шикарный корректор. Я уже начала новый. Этот, к сожалению, на Викинштейн. Долго я им пользовалась. Хватает, наверное, месяца на три, мне кажется. Потому что, ну что там, много же не надо. Хотя я по два раза. Один раз нанесла. Впиталась. Потом еще раз обычно наношу. Ну, бывает, что я один раз по-разному. В общем, вот этот корректор прям очень рекомендую. Очень хорошо маскирует. Вот сейчас он у меня на глазах нанесен. Все синячки. В общем, все погрешности кожи под глазами. Он все это дело скрывает. Ну, еще у меня осталась одна линейка наших товаров, которые я в последнее время особенно очень активно стала применять. И супруг у меня активно пользуется этой продукцией. Это серия здоровья. И смотрите, что у меня здесь закончилось. Метаап. Метаап – это ускорение метаболизма. Ускорение обмена веществ. Это средство помогает как раз запустить все активные процессы в нашем организме и способствует похудению. В том числе, потому что ускорение обмена веществ как раз-таки способствует похудению. Закончилось. Здесь, по-моему, 30 было таблеток. Вот, девочки, я уже сейчас не помню. По 2 таблеточки я употребляю каждый день. Вот, и, ну, а, 60 корций, извините, 60 корций на 30 дней. Вот, по 2 таблеточки в день я его употребляю. В общем, хорошая штука. В принципе, регулярно им пользуюсь. Конечно, так вот сказать по внутренним ощущениям, что запустился метаболизм нельзя, но доверяю составу данного продукта. И, в общем-то, здесь он действительно на основе растительных компонентов. Так, сейчас попробую вам прочитать состав. Так, микрокристаллическая целлюлоза, экстракт зеленого чая, экстракт падуба парагвайского, мате, аскорбиновая кислота, витамин С, какао, семена сельдерея пахучего, листья петрушки кудрявые, листья люцерна посевной, семена хинхеля обыкновенного, корень солодки голый, кофеин, корица, кальция стеорат и кремний диоксид, но это консервант уже, да, потому что срок годности здесь у нас получается 3 года, аж у данного средства. Ой, да, 3 года, с 19 по 22. Вот, в общем, девочки мои дорогие, средства рекомендую. Состав шикарный, как раз те средства, вот хинхель, допустим, да, или, что тут еще, петрушка, кофе, и остальные компоненты в составе, они действительно способствуют похудению. Состав хороший, концентрат пищевой. Так, теперь у меня закончился вот этот бьюти-комплекс 55+, тоже концентрат пищевой. Вот так выглядит упаковочка для нашего женского здоровья, тоже на растительной основе. Способствует поддержанию молодости, красоты, возрасте после 55. Правда, я еще не совсем дошла до этого возраста, но уже где-то рядом. Здесь в составе красный клевер, бурачник, прималовечерняя и авторизат пивных дрожжей. То есть натуральный состав, витамин С, коллаген и гиалуроновая кислота в составе. Также связано действие этого комплекса с тем, что в возрасте 50-55+, происходит перестройка именно эндокринной системы, меняется гормональный фон, и вот чтобы поддержать наш организм в этом плане, как раз-таки вот этот бьюти-комплекс и предназначен. Это поддержание нашей внутренней красоты изнутри. Так, у меня закончились, одна упаковка закончилась ножных пластырей. Вот я сюда здесь шестую положила, потому что вторую упаковку начала. Ножные пластыри. Что же у меня сегодня все так отсвечивает? Артикул, сейчас назову 11.0.16. Вот такая коробочка. В коробочке 5 упаковок ножных пластырей. И в каждой вот такой упаковке по 2 штуки я накладываю эти пластыри на обе стопы, где-то посередине стопы там по рекомендациям, и оставляю на ночь на 6-8 часов. Вы знаете, девочки, вообще пенсионируется, что эффекты детоксикации, выведения токсинов, способствуют похудению за счет этого. Но, вы знаете, я пользуюсь уже сколько, 6 или 7 процедур я сделала. 6, да, 6 процедур я сделала. И у меня они все черные и черные. Когда их утром снимаешь, наносишь светлое у них поверхность, снимаешь, они черные. То есть якобы вот эти токсины выводятся. Я даже вот спрашивала вас о том, чтобы вы порекомендовали мне, поделились своими впечатлениями, получили вы результат или нет. У тех из вас, кто пользовался данными ножными пластырями, мнения разошлись. Но, во всяком случае, кто-то из вас не отписался, что есть результат. У кого-то через 3 дня результат наступил, у кого-то через несколько недель. Говорят, что нужно ими пользоваться столько дней, сколько вам лет. Я так, господи, 53 мне дня нужно использовать. Я надеюсь, что все-таки раньше у меня эффект наставит. Пока что никаких просветлений. Все без просветлений. Ну, буду надеяться. Я, значит, начала вторую упаковку, заказала еще третью. Вот 3 упаковки использую, ну, максимум, может быть, 4, если эффекта не увижу, ну, значит, эффекта нет. Значит, не мое это, наверное, средство. Или, может быть, средство как-то не так работает. Не знаю. Но, если кто-то получил результат, значит, работает же все-таки, да? Может быть, организм так зашлакован. Фиг, я знаю, я же за 53 года ни разу свой организм не чистила. Вот видите? Все нужно делать своевременно, оказывается. Ну, и последнее, о чем мне хочется рассказать. В моем заказе, видите, среди моих пустышек есть большое количество вот таких пакетиков. И, на самом деле, здесь только часть, потому что часть, большая часть у меня на промостойке была выброшена мной. Я их применяла в качестве перекуса на промостойке. Это печенье с разными вкусами. Вот здесь с шоколадом, здесь с лимоном. Где-то тут земляника еще должна быть. Вот она с земляникой. Больше всех мне понравилось вот это с лимоном по вкусу. С шоколадом меньше всего понравилось. И, ну, с земляникой тоже вроде как ничего, но с лимоном все-таки вкуснее. Печенье на основе цельнозерновой муки. В составе есть цукаты. Печенье вкусненькое. Печенье чем-то напоминает овсяное, но овсянкой вообще не пахнет. Ну, по запаху оно совсем и по аромату другое, нежели овсяное печенье. А вот по текстуре и по форме оно чем-то овсяное печенье напоминает. Ну, потому что цельнозерновая мука, ну, такая. Я, наверное, штук 35... А, 36 я покупала. Все их я уже слопала. Я иногда употребляла не один раз в день, а два раза в день. И уж больно оно вкусное, когда нет ничего больше сладкого под рукой. А сладкое-то я больше, собственно говоря, не ем, кроме меда. Ну, может быть, иногда чуть-чуть зефир ем и мармелад. Все, вот, и сладости как-то стараюсь себя ограничивать в этом плане. На этом мой обзор пустышек на сегодня завершен. Если видео вам было интересно, полезно, ставьте лайк под данным видео. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Если же хотите пользоваться продукцией компании Фаберлик, а вы видите, что это товары повседневного спроса, очень качественные товары, и товары, которые всегда необходимы в нашей жизнедеятельности, при этом получать скидку 20% на всю продукцию, ее можно увеличить до 26%, получать подарки за то, что вы просто совершаете покупки на сайте компании Фаберлик, напишите мне в личку в социальной сети под тем ссылочкам, которые я оставила под данным видео. Я помогу вам оформить дисконт и буду оказывать вам помощь, отвечать на те вопросы, которые у вас могут возникнуть. На этом все. Всем пока. Увидимся в новых видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.